Наша иммунная система обладает памятью. Получив одну или несколько доз вакцины, мы, как правило, приобретаем защиту от той или иной болезни на много лет, десятилетий или даже на всю жизнь. Медицинские работники Бреста и области на личном примере показали, как избежать осложнений и не заболеть гриппом в осенне-зимний период, поставив вакцину, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Не побьюсь всех слов, но скажу так, что вакцинация – это, наверное, самое величайшее достижение здравоохранения 20 века. Неспределенности достижения современной медицины, все равно общество считает самым эффективным методом борьбы с инфекционными заболеваниями и на вакцинации. Просто мы, наверное, немножко забываем, но благодаря вакцинам мы вообще, к примеру, победили такие спиртельно опасные заболевания, как чума, холера, натуральная оспа, которые в свое время они просто истребляли государственные континенты. Это самый простой, безопасный, эффективный способ борьбы с болезнями, до того, как человек еще столкнется с возбудителем. Грипп – это очень серьезное заболевание. И даже не сам страшный грипп, какие его последствия, которые так или иначе будут коснуться различных наших органов. Министерство здравоохранения Республики Беларусь напоминает и подчеркивает важность вакцинации для тех, кто находится в постоянной группе риска – работники образования и торговли, общественного питания, коммунальной, транспортной сферы, медицинские и фармацевтические работники. Такая категория профессий более уязвима, находясь в постоянном контакте с большим количеством людей. В стенах Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии процедура массовой вакцинации сотрудников проходит ежегодно. Это традиционное мероприятие, когда наши все работники прививаются против гриппа. Это первая, скажем, партия людей, а в дальнейшем у нас практически до 100%, за исключением тех, кто имеет какие-то противопоказания, прививаются против гриппа. Так сказать, личным примером. Сегодня около 70 человек привьется против гриппа. Я тоже ежегодно прививаюсь против этой инфекции. Прививался различными вакцинами. В последние годы это российская вакцина. И сегодня та вакцина, которая используется у нас за республиканский и местный бюджет для всего населения города Бреста, вакцина Гриппол плюс Российской Федерации. Сегодня наши работники этой вакциной привились. Сделав прививку, человек получает иммунитет на весь неблагоприятный период – конец осени, зима, начало весны. Иммунитет развивается от одной недели до трех, впоследствии защищая организм от острой респираторной инфекции на протяжении шести месяцев. Важно помнить об этих цифрах и заботиться о своем здоровье на регулярной основе, так как любой из вирусов приспосабливается и, видоизменяясь, может нанести новый удар по организму. Ежегодная актуализация антигенного состава вакцин помогает держать удар в борьбе со вспышками сезонного гриппа. Приходит сейчас уже сезон, начинается заболеваемость, это всем известно. Поэтому мы, чтобы защитить себя, решили привиться. Мы сегодня пришли с коллегами, тут, в принципе, видно, сейчас прививается наше тело, тело дезинфекторов, мои коллеги-интерны. В ближайшее время будет подъем заболеваемости, необходимо прививаться каждый год, чтобы защитить себя. От гриппа бывают различные сложные последствия, поэтому, ну, чтобы их не получить, необходимо. Вакцинация является наиболее простым и эффективным способом защиты от инфекции, но стоит помнить, что для определенной группы людей существуют противопоказания. Наличие острых заболеваний, обострения хронических, а также тяжелая аллергическая реакция. Медики, принимающие участие в коллективной вакцинации, безукоризненно проходили тщательную проверку на наличие противопоказаний перед осуществлением процедуры. Перед вакцинацией обязательно должен провестись осмотр пациента, для того, чтобы выявить возможные противопоказания для проведения вакцинации в данный момент. Ну, проводится опрос на предмет наличия аллергических реакций у пациента, либо возможные тяжелые аллергические реакции на предыдущую вакцинацию. Обязательно спрашивается самочувствие пациента, имеются ли хронические заболевания. Измеряется артериальное давление, температура и определяется, можно ли проводить вакцинацию в данный момент пациенту. Различные вирусы сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Они мутируют, ослабевают и снова набирают обороты, нанося тяжелые удары. Однако мы сможем снизить вероятность риска тяжелых последствий, если позаботимся о том, чтобы у заболевания было как можно меньше шансов. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.